Что подразумевают братские отношения двух родных людей? Любовь, дружбу, взаимную поддержку в сложных жизненных ситуациях. Готовность поступиться ради близкого своими интересами. Если совсем все плохо, ради брата нужно быть готовым и на жертву. Простые, понятные, человеческие правила, продиктованные тысячелетним опытом. Так легче, в мире, который ни на секунду не прекращает борьбу за существование. Слово «братские» регулярно употребляют и политики, говоря о взаимоотношениях двух разных государств. «Братские страны» этой формулой описывают и украино-российские отношения. Что это, красивая метафора или реальная ссылка, например, тех самых кровно близких людей, которым вместе легче выжить? Понятно, что отношения между двумя странами, даже братскими, во много раз сложнее, чем отношения между двумя индивидами. Сложнее ровно во столько раз, сколько людей живет в обеих странах. Каждый живущий имеет свою точку зрения. И крайности в этих делах нередки. Если говорить об Украине и России, то крайности выглядят примерно так. Часть украинцев, не очень, впрочем, значительная, исповедует державный изоляционизм. То есть желает видеть Украину не просто самостийным, а абсолютно самодостаточным государством, которое не нуждается никогда, ни в ком и ни в чем. Идеальная ситуация, кто бы спорил. И такая же маловероятная, как и любой идеал. Другая крайность. Часть россиян не очень, впрочем, значительная. Исповедует откровенный державный империализм. То есть желает видеть Украину Малороссией, одной девяностой частью Российской Федерации или, если угодно, Российской Империи. Если же не брать в расчет названной крайности, то здравый смысл подсказывает и политикам, и обывателям одно и то же. Вместе действительно легче. Весь вопрос только в том, что такое «вместе» и как сделать так, чтобы это самое «вместе» не ущемляло ни одного из братьев. Для начала давайте-ка споем. Да и сплясать не лишний будет. Все это называется «Год Украины в России» и наоборот. Вернее, это внешняя фольклорная сторона инициативы двух президентов. А вот и не фольклорная. Настало время нам по-серьезному подойти к развитию отношений с одним из наших основных партнеров – Украиной. И для этого нужно создать необходимые предпосылки, в том числе и кадровые. Поэтому сегодня я принял решение отозвать посла из Киева и назначить в Украину другого человека. Этим человеком будет Виктор Степанович Черномыр. Очень-очень многообещающая улыбка. И Виктор Черномырдин с выполнением этих обещаний не замедлил. «Знаю Черномырдина, знаю русский. Он был премьер-министр, а сейчас посол в Украине. Нормальный мне кажется он. Он хочет соединить Украину с Россией. Не то, что соединить, но чтобы была Украина с Россией. У него речь бесподобная. Нормальный политик. Конечно, Россия против нас – это две большие разницы. Украина и Россия. Но все равно грамотный мужик». «Ну, вообще-то я знаю. Он связан, в общем-то, с газовой промышленностью. И сейчас, в данный момент, он является послом России в Украине. Ну, в принципе, конечно, у меня впечатление о нем, как, может быть, в определенной мере мудром политике. Я не знаю почему, но у меня такое чувство». Такое чувство не только у обычной харьковской гражданки. «Дело с назначением посла с мертвой точки должно было сдвинуться». И сдвинулось. Контакты потеплели и участились. До определенной поры, касательно стороны деловой, призывы с обеих сторон звучали не менее зажигательнее, чем ГОПАК. Призывы, правда, еще не были экономикой. «Нужен переговорный процесс для того, чтобы все-таки убедить российских чиновников, что кроме трепотни и поцелуев, должны быть какие-то практические действия». Можно не сомневаться, что и российские политики о трепотни и поцелуях украинских чиновников не лучшего мнения. Но вот с обновлением российского дипкорпуса в Украине, и в частности в Харькове, начинает происходить. Харьков все чаще называют центром Украино-российских отношений. Первым это делает президент Украины во время экономического форума, назвавший Харьков столицей новых украино-российских отношений. Тезис охотно подхватывает харьковский губернатор. Если есть доводский экономический форум, говорит он, то почему бы не быть харьковскому экономическому форуму, где центральное место занимали бы отношения Украины и России. Заявка серьезная. «Мы, до речи, разработаем сейчас властные планы в рамках этого года России в Украине и главные акценты мы делаем безумовно на экономическую складовую, хотя не залишаем поза увагой традиционные наши культурные обмены». Задача политиков сделать таким образом, чтобы предприятие, бизнес зарабатывал больше денег. Задача бизнеса и производителей сделать таким образом, чтобы они выиграли в борьбе со своими конкурентами, а именно опустить цены. Итак, как говорят чиновники, за отчетный период, то есть с момента назначения нового российского посла, мы имеем следующее. Бизнес-форум «Украина-Россия» с участием Владимира Путина и Леонида Кучмы. Декабрь 2001-го. Встреча секретарей Совета Безопасности России, Украины, Белоруссии и Польши. Февраль 2002-го. Седьмое заседание смешанной Украино-Российской комиссии по сотрудничеству с участием Михаила Касьянова и Анатолия Киноха. Июнь 2002-го. Каков результат? Товарооборот России с Украиной за 2002-й год составил 12 миллиардов долларов. Это наибольший оборот среди стран Союза независимых государств. И снова в центре внимания Виктор Черномырдин. Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо, может... Знаю. Сейчас это посол России в Украине известен своим красноречием. Тем, что он был премьер-министром, по-моему. Ну, что он один из самых богатых людей России, что именно вас интересует? Все. Относительно Виктора Черномырдина нас интересует все. То, что не укладывается в официальные биографические рамки. То, чем он занимался раньше и как у него это получалось. И самое главное, что и как он собирается делать дальше в ранге чрезвычайного и полномочного посла России в Украине. Фильм, который вам предстоит посмотреть, на эти вопросы отвечает. Он называется «Один день и вся жизнь. Имеющий глаза да увидит». Субтитры создавал DimaTorzok